МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вокзал Край сегодня ночью отменил практически все рейсы. Из-за морозов из города не выехало больше 70 автобусов. Автомобилистам также советуют отказаться на этой неделе от дальних поездок. Кстати, сейчас в интернете активно распространяют фото, на котором якобы гидрометцентр предупреждает об аномальных морозах вплоть до минус 62 градусов. Сегодня служба дала на сайте официальное опровержение. И самая низкая температура воздуха была отмечена в Волчихе в 1938 году, когда столбик термометра у нас опускался до минус 55 градусов. Если народ использует интернет, то лучше заходить на наш сайт. Из-за сильных морозов пожарные до сих пор не могут ликвидировать в изгорании в старинном деревянном здании памятники архитектуры на площади Свободы в Барнауле. Напомним, сообщение о пожаре на пульт МЧС поступило в 12.50 еще в воскресенье. На место ЧП выехали 25 единиц техники и 79 человек. По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания электропроводки в одном из арендуемых помещений. Площадь возгорания 280 квадратных метров. Время 00.25. Еще раз выходим в прямое включение с места пожара. Многие участники нашего сообщества начали сообщать, что возгорание потушенного здания продолжается. Часть старого строения деревянного обрушилась и вспыхнул вновь огонь. Добавим, что здесь находилось несколько небольших магазинов по продаже запчастей, сантехники, ритуальных принадлежностей и другие. Спасти имущество продавцы не смогли. Все товары практически полностью уничтожены. К счастью, люди не пострадали. А вот бизнеса лишились многие. На месте происшествия спустя почти сутки продолжали работать специалисты. Сгоревшие здания обильно заливали водой, но периодически огонь вспыхивал вновь. А между тем архитекторы уже говорят о том, что хотели бы восстановить сгоревшую контору купца Морозова и не намерены допустить, чтобы на этом месте появилось что-то другое. В какие годы на Алтае были зафиксированы самые сильные крещенские морозы, сообщают аргументы и факты на Алтае. О чем еще пишут журналисты сибирской медиагруппы. Далее в обзоре. 1960-й, 69-й и 2010-й. Именно эти годы, сообщают корреспонденты газеты, аргументы и факты стали самыми морозными на Алтае. В Барнауле в 2010 году столбик термометра опускался до 37-47 градусов мороза. Нынче крещенские холода запоздали и продлятся, по предварительным данным синоптиков, до 28 января. Уголовное дело возбудили после аварии на ТЭЦ в Яровом, сообщают корреспонденты газеты «Комсомольская правда» Барнаул. И напоминают, 15 января около трех часов ночи на предприятии произошел разрыв трубы с горячей водой. Неподалеку находились двое рабочих. Они ремонтировали шаровую барабанную мельницу котла. В результате оба ошпарились кипятком. Сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства происшествия. Им предстоит дать оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности, пишут в Комсомолке. 300 тысяч рублей штрафов выписали собственникам памятников истории. В крае сообщают корреспонденты Политсибру со ссылкой на Краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия. Всего Алтай охранкультура провела в прошлом году 36 контрольных проверок. По их итогам специалисты составили и отправили в суды 7 протоколов об административных правонарушениях. Основные заключаются в том, что собственники не выполняют требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия в надлежащем техническом состоянии. И к тому же вовремя не проводят ремонтно-реставрационные работы. В Заринске семья инвалидов не может получить положенное по закону жилье. В очереди люди стоят уже 7 лет. Это при том, что еще в 2016-м выделить необходимую жилплощадь местной власти обязал суд. Отец семейства Анатолий Корчагин лечится от онкологии. В результате одной из операций полностью ослеп. У его сына Дениса осложненная форма аутизма. Живет семья в доме бабушки и дедушки на нескольких квадратных метрах. В квартире старой бревенчатой избы. В одной комнате мальчик-аутист, в другой четыре взрослых человека. Санузла нет. В квартире неудобно, а для людей с ограниченными возможностями. К тому же небезопасно. Постираться тоже. Стол нужно убрать. Постираться. Готовим на газе. Газ плита. Ну, газ-то не проведен. Баллон у нас в комнате. В 2016 году суд постановил выделить семье инвалидов жилплощадь. Но в Комитете по жилью администрации Заринска пояснили. Свободного маневренного жилья нет, а новое социальное никто не строит. Подробности истории смотрите в вечернем выпуске наших новостей. Барнаульский археолог займется изучением темной эпохи в истории древнего Алтая. Он получил президентский грант в 1 миллион 200 тысяч рублей на то, чтобы выяснить, какими были древние жители Алтая эпохи Великого переселения. Рассказывает Илья Кочетков. Эти люди когда-то стали причиной гибели Римской империи. Но при этом мы знаем о них крайне мало. Кочавники империи Хунну когда-то прошли по территории Алтая на запад. В нынешней Европе их знали как грозных гуннов. Было это в период с 3 по 11 век нашей эры. Алтай – одно из немногих мест, где сохранились остатки древних погребальных и жилых комплексов той поры. А с ними снаряжение, домашняя удварь, украшения. Все это говорит о том, что жизнь на территории древнего Алтая, как говорится, била ключом. Все эти процессы ощущал на себе. Здесь китайские предметы обнаружены в достаточном количестве. То есть Алтай с одной стороны был окраин, с другой стороны очень много интересного. Можем как раз по материалам Алтая проследить. Ученый говорит, период Великого переселения народов в целом мало изучен. Еще меньше знает о нем широкая аудитория. А между тем, даже те находки, что уже сделаны, могут пролить свет на глобальные процессы. Вот конские стремена той эпохи. В свое время их изобретение стало настоящим технологическим прорывом. Здесь как раз результат такой несколько сотлетней эволюции. Эти стремена еще не очень удобные. Вот эта подножка, она могла резать ногу, собственно, здесь видим. Широкую подножку, близкую к современной форме стремян. Эти стремена легко ломались, собственно, тот же результат виден. Поэтому здесь как раз мы видим основу археологической датировки, как вещи изменяются во времени. Президентский грант рассчитан на два года. В планах ученого работа в архивах, которая позволит свести все уже накопленные публикации научных работ в единую стройную систему. Она, в свою очередь, позволит пролить свет на быт древних кочевников и дать оценку их влиянию на развитие Алтая. Кроме того, ученым предстоят новые раскопки. Ведь самые важные свидетельства той поры, уверен Серегин, еще предстоит обнаружить и изучить. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Впервые за долгие годы в музыкальном колледже Края капитальный ремонт. Но проведение работы из краевого бюджета выделили 43 миллиона рублей. Говорят, когда ремонт завершится, учебное заведение станет на тысячу квадратных метров больше. Подробнее в нашем сюжете. Музыкальное училище, а ныне колледж Края, начал свою работу в 1983 году. Здание нельзя назвать старым и, согласно нормам, капитальный ремонт ему потребовался через 30 лет с момента сдачи в эксплуатацию. Учебный процесс прерывать не пришлось. Часть занятий проходит здесь, часть в Институте культуры. По словам директора колледжа, новая аудитория непременно понравится и студентам, и преподавателям. Новое освещение, новые стены. Причем за этими стенами специальные звукоизоляционные материалы. Проложена, предусмотрена звукоизоляция, которая нам мешала, собственно, ранее проводить занятия. Мы слышали, что происходило в соседнем кабинете. Коридоры станут светлее и теплее. Здесь полностью заменили систему отопления и электроснабжения. Практически на стадии завершения четвертый этаж доделывают третий. Уже на следующей неделе здесь начнутся занятия. Напомним, из краевого бюджета на ремонт музыкального колледжа выделено 43 миллиона рублей. И это первая часть масштабного проекта по реконструкции. Говорят, в 2019 году будет продолжение. Капитальный ремонт, реконструкция концертного зала, вестибюля концертного зала. Ожидается еще один этаж, третий этаж над нашей двухэтажной пристройкой. В общем, добавится к колледжу тысячи квадратных метров. Заметно преобразится и фасад здания. Его утепляют, выкладывают облицовочную плитку. Чуть позже строители возьмутся за парадный вход. Здесь необходимо привести в порядок козырек. Основные работы по реконструкции музыкального колледжа края планируют завершить к весне этого года. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Фиталакс – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. «Фиталакс» от «Эвалар» – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На всей территории края ясно и морозно, ветер северный – минус 33. В Славгороде – 31 мороза, в Кулунде – 29, в Камьинаби. Около 25 мороза в Белокурихе на градус, выше в Бийске. В Барнауле сегодня 26 градусов со знаком минус. Напоминаю, телефон нашей редакции в Барнауле – 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!